Каждая революция, за исключением нескольких в истории, закончилась тиранией. Каждая. Сначала люди выходят за переменами, потом наступает хаос, который можно остановить только сильной волей, сильной рукой, а это тирания. Потом ситуация исправляется. Это просто уроки истории. Никакой необходимости снова проходить этот путь я не вижу. В этом нет смысла. Любую революцию можно взять и потом просто провести дугу до тирана, что закончилось, все вот этим. Революция обязательно должна случиться, но эта революция должна быть какая-то революцией сознания. Я очень сильно жду какую-то фундаментальную работу, которая смогла бы потрясти мир настолько же сильно, насколько потрясли мир работы Маркса. То есть какая-то новая концепция устройства мира, которую достаточное количество людей приняли бы как годную для воплощения, как ответ на огромное количество вопросов, которые назрели. И я понимаю, что эта работа, она будет находиться на стыке как раз-таки философии, экономики, права, политологии. Нужна новая схема того, как все мы можем уживаться на этой планете. Это обязательно работа о мире глобальном. О том, что мир может объединяться, еще и может объединиться. Вот по другим правилам. Не вокруг мировой финансовой системы. Очень странный. Потому что на сегодняшний день правила игры таковы, что система замкнулась. Ее невозможно разорвать. Существует финансовая система, в которой сосредоточена огромная-огромная часть, собственно, средств мира. То есть есть небольшое количество людей, у которых большое количество денег. И благодаря как раз экономической системе мировой, они этими деньгами распоряжаются так, что как только возникает регион, страна, проект, который может принести прибыль, то финансы в этот инвестиционно-благоприятный регион приходят. Приходят в виде чего? В виде кредитов. И люди, которые живут в этом регионе, развивая новый проект, они эти финансы сначала отрабатывают полностью, потом за него отдают процент. Люди, которые дали эти деньги, они ничего не производя и ничего не делая, становятся богаче. И вырваться из этого замкнутого круга невозможно. Как только ты начинаешь делать что-то достаточно хорошее, к тебе приходят с деньгами для того, чтобы тебя вывести на новый уровень. И если ты от них отказываешься, ты на новый уровень выйти не можешь. И таким образом богатые люди, они всегда будут богаче всех остальных. Всегда. И это система змеи, укусившей себя за хвост. То есть, можно долго ползать по кругу, но выхода из этого не будет. Это система порочна. Она изначально закладывает огромное неравенство стран, людей, опять-таки, регионов. Я не заражен какими-то идеями коммунистическими, социалистическими. Не надо, чтобы все были равны. Но я не верю, что это из всех возможных вариантов развития событий. Вот эта схема, вот эта модель мира, она самая эффективная. и самая конкурентоспособная, что именно она ответит там на все вызовы, которые, с которыми люди сталкиваются. Потому что уже сейчас видно, что в таких условиях страны между собой, страны, блоки, регионы, они начинают конкурировать. Конкурировать, потому что, ну, собственно, количество ресурсов ограничено, количество благ ограничено. И жить в какой-то невероятной роскоши, в которой хотят жить все, все человечество не может. Кто-то, кто-то, кто-то должен трудиться. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА